Дорогие дети Божьи Дорогие дети Божьи Дорогие дети Божьи Дорогие дети Божьи и сами много ездите и делаете, слава Богу. Это то, для чего мы здесь на земле, друзья, возвещать, благовествовать. И он приведил такой пример для своей церкви, говорит, что ребенок упал в колодец на пустыре, и двое людей согласились его вытащить, этого ребенка, с колодца. Он лежит без сознания. Один держит веревку, а другой по этой веревке спускается на дно колодца. Я рассказывал этот пример у вас. И он спрашивает у церкви, как вы думаете, кто делает больше или лучше? Тот, кто держит, или тот, кто спускается на дно колодца? Как вы думаете? Абсолютно. Я готов поддержать, кто полезет. Я готов спуститься, кто поддержит. Потому что то, что мы делаем, я знаю, что много служений совершается в тех местах, откуда вы выехали, потому что вы сюда выехали. Продолжайте это делать в имя Господа, живя на земле. Будет возможность, поддержите веревку и нашего служения. Пусть Бог благословит. Не хочу забирать много времени, мы покажем кратенький видеоролик, такое чуть попозже путешествие, что мы с вами делали в прошлом году. И вы тоже с нами это делали. Брат Александр, который приехал вместе со мной, у нас в Украине 26 групп, во всех больших городах Украины есть группки по изучению Библии со слепыми людьми, многие уже есть верующие люди. Брат Александр в Запорожье занимается. Он плохо видит, вы помните, глазами, и с каждым годом тоже не лучше. Но хорошо видит сердце. Он несет и пасторское служение, и также является христианским певцом. Он кратенько передаст привет, посвидетельствует и споет одну песню. Потом мы покажем вам видеоролик. Пусть Бог благословит. Богу пусть будет слава за все. Аминь. Слава Богу, братья и сестры. Вы знаете, когда брат Александр записывает очередной диск, он мне звонит, говорит, может уже не писать, говорит. Люди все все равно ничего не уже на Ютубе все слушают. Если не писать, и на Ютубе не будет, говорю. Пока Бог дает, брат, говорю, пиши. Я знаю, что, знаете, где слушают мои дети музыку, и время какое сейчас. И я все равно хочу предложить вам. Не потому, что оно вам надо, а чтобы вы поддержали наше служение и таким образом имели что-то на память от нас. Есть новый альбом брата Александра, новые диски. А если кто-то уже не слушает диски, у нас есть, в прошлый раз уже Игорь говорил вам, мы все записываем на флешки. На флешке есть вся информация, все песни, все альбомы с фонограммами. Если вы любите петь, все фонограммы брата Александра. Правда, у вас такой оркестр. Я представляю, сколько это труда брату приходится прилагать, чтобы так он звучал, знаете. Так что пусть Бог благословит. Ну, под фонограммы тоже можно петь. Так что если вы желаете таким образом поддержать, там есть и видео наше служение, различные видео, и даже Библия записана, аудио Библия. Обратно же, если будет такое расположение, пусть Бог благословит. Если у вас нет возможности купить диск, подадите, мы вам подарим во имя Господа. Сейчас я попрошу кратенькое путешествие летом. Что мы с вами наделали, или сделали, вернее. Мир, который окружает нас, невероятно красив. Но не все могут видеть его. Мы можем стать для них проводниками света. Погружаясь в мир незрячих, мы учимся видеть его по-другому. Мы познаем этот мир, как они. Радость на их лицах добавляет нам силы, дает желание продолжать начатое дело. Мы с вами не одни в этом деле, ведь с нами наш удивительный Бог. Это была моя первая поездка из Америки и на миссионерскую поездку. Ну, я думаю, что это было очень счастливое здесь время провести с детьми. В основном дети в интернате, они очень нуждаются в близких каких-то отношениях. И наши волонтеры проводят там различные кружки в свободное время с детьми. Мы хотели поблагодарить вас за то, что вы делаете для нас, то, что делаете для других. Это очень приятно, очень искренно, очень необходимо и нам в том числе. Человеку прежде всего нужен Бог. И мы несем этот свет Евангелия в их жизни, помогая, поддерживая их, благодаря тому, что поддерживают нас. Эти люди имеют возможность получить навык, как жить без зрения, и снова же услышать о самом главном в их жизни, что для них сделал Иисус Христос. Спасибо за то, что вы есть. И дай Бог вам всем здоровья, вашим детям, вашим родным, за все ваши вот такие хорошие поступки, потому что реально в этой жизни мало кто на это пойдет, их мало кто это делает. Я хочу поблагодарить всех тех, кто до сегодняшнего дня вместе с нами в команде. Все, кто трудится, все, кто молится, все, кто непосредственно свои физические силы или средства вкладывает в это служение. Спасибо вам большое. Бог, я уверен, принесет в ваши домы, в ваши сердца и все ваше естество. Он принесет радость того, что вы послужили для неба, что вы внесли эту лепту именно в небесную казну, в небесную сокровищницу. Да благословит вас Господь. Что им сегодня допускается, ко благу завтра мне послужить. Слава Богу, братья и сестры. Хотелось бы перед нашей молитвой один кратенький стих, вы знаете. Слава Богу, что у нас все лучшее впереди. Как бы жизнь ни происходила, мы в странствовании, мы здесь странники и пришельцы, вы здесь странствуете, где-то кто-то в другой стране, мы в Украине, но мы не дома, друзья. Слава Богу, что у нас есть будущее, и что бы ни принес завтрашний день, я могу с уверенностью сказать, что в завтрашнем дне нас ожидает Бог. И это самое удивительное, что Бог для нас сделал. И я хочу кратенький стих и будем с вами молиться. Мы сегодня уже читали с этой главы 13-й с братьями. Я не так давно проповедовал в своей церкви на этот стих. Я назвал эту проповедь «Последнее слово». Я не буду всю проповедь говорить, я просто прочитаю этот стих, который я взял за основание своей проповеди, где Павел говорит коринфской церкви «Последнее слово», «Последнее наставление». 13-я глава, 11-й стих. 13-я глава, 11-й стих, 2-го послания к коринфянам. «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». В другом переводе «Бог, источник любви и мира будет с вами». Такие пожелания, пять пожеланий, которые Павел оставил в коринфской церкви, я сегодня хочу оставить для вас. Ваша церковь для меня, вы знаете, одна из самых родных, потому что, когда я первый раз в жизни попал, не так много церкви нас поддерживало. А ваша церковь, ваш паспорт сюда, приезжайте, братья, хоть и много гостей, хоть и плотно, приезжайте, братья, спасибо. Поэтому, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны и мирны. Пусть Бог благословит вас, Богу за всю славу. Аминь. Помолимся. Кто имеет желание, в кратких молитвах помолимся. «Дорогой Тест Небесный, я благодарю Тебя и славью, что Ты Бог удивительный, Ты Бог, который является источником жизни. Благодарю Тебя, что Ты каждому в свое время подарил жизнь на эту землю. А самое главное, Господи, я благодарю Тебя за вечность, которую Ты даруешь по Своей благодати и милости, Господи. Даруй нам понимание, что Ты Бог отношений, Господи, Ты Бог, который хочет отношения с нами, Господи. Благослови каждого из моих братьев и сестер, Божий, благослови каждого на этом земном пути, держаться Тебя, Господи, поклоняться Тебе, научиться быть честным с Тобой, Боже, славить Тебя, Господи, в этой жизни, полагать все наши ожидания и все наши надежды, Господи, разделять с Тобой, Боже. Спасибо, что Ты благословляешь нас гораздо более, чем мы на это заслуживаем, гораздо более, чем мы просим, Боже, гораздо более, чем мы контролируем, даже молимся. Ты в своей благодати нам даруешь многое, Господи, даруй нам всегда быть благодарными, ценить Тебя, радоваться в Тебе, Господи. Благослови моих братьев, сестер, нас благослови. Поклоняемся Тебе, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.